Вот теперь видно, хорошо. В общем, я вам писал на форуме, и я с вами уже второй раз общаюсь, вот так, ну, по скайпу. Первый раз был давно, но за 40 минут где-то, или 50, что мы общались, очень много вы мне тогда дали. И вот сейчас у меня к вам появились некоторые вопросы, и в частности вопрос, касающийся питания. Так, вы сейчас, давайте сразу переговорим. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я не против. Так, теперь маленько отшатнете, чтобы ваше лицо было видно, а только, вот, еще маленько подальше. Вот так, чтобы видно было, а то вот опять скрылись. Вот. Вот так. Так, старайтесь сохранять. Слушаю вас. У меня появился вопрос касательно питания. Как правильно питаться? Вот я сейчас недавно, буквально там несколько дней назад, устроился на работу, достаточно такую физически тяжелую. Заключается она в том, что надо керамзит загружать в ведра и кидать в травмительную машину в течение 8 часов. Ну, с перерывом, там, 9 часов и 1 час – это обед перерыв. Вот. И, то есть, тело, как бы, наверное, будет требовать пищу какую-то. Я питаюсь примерно около полубуханки хлеба в день. Ну, потому что, как бы, я взял эпитемию у батюшки, выпросил на 10 дней питаться хлебом и водой. Но я питаюсь около полубуханки хлеба в день, и у меня, в принципе, ощущение, что, может быть, это даже лишнее. Может быть, благодать Божия действует, может быть, то, что у меня еще лишний вес есть, он не ушел, и, как бы, и я поэтому не знаю, как правильно питаться и воды сколько пить. Вот. Как Вы посоветуете, сколько хлеба есть и воды пить в течение этой эпитемии? У Вас физическая работа, и Вам нужно восполнять. Как Лев Толстой говорит, если это есть тот, который до утра не спит, там танцует, то у них один клапан открытый для энергии, ниже пояса. А когда Вы работаете, бывали раньше пильщики, повдоль распиливали, ему, говорит, 4 фунта мяса как раз. И он подробно это описывает. Хлебная еда, монашеская еда, Серапим говорит, но он только на поклонах. Заснул, подремал, пошел, ты заснешь, ты можешь потерять сам себя. Поэтому тут надо просто для себя выбрать, что нужно. Конечно, строго держаться православных постов. Вот что положено, вот у нас даже детский лагерь, я начальник детского лагеря был, 45 лет. Мы ни разу не нарушили устав, растительное масло не разрешается, мы его не употребляем. Стараемся чем-то заменить. Это ребенок, он растет. А потом, если пост кончился, ну, больше молока, поэтому ребенок растет. Потому что в Англии даже был опыт. В одной школе давали там по стакану молока детям, а другим нет. И через год заметное отставание в росте. Так и здесь. Я вот на пенсии работу все время нахожу, и в деревне мы работаем. Ну, поэтому у нас мяса нету, вообще исключенно. И про рыбу, какие только дни. Ну, молочную, ну, это по желанию, где как. И сам себя определи, чтобы пища не сделалась идолом. Ну, и доходить до того, что ты поднять, что ты не можешь. А кому-то такой работник нужен. Я как работал на корабле, и вернулся из отпуска-то. А пост, а приехал домой, отец у нас без руки был, с фронта. Я там целыми днями навоз вывозить, копать в огороде. Капитан вышел, фролух посмотрел. Ну, и что? У меня лицо бледное такое. Ну, не то, что там, ну, видно, что я. И куда ты угоден, а там канаты, так сказать. Я учусь в мореходном училище, но пока матросом работаю. Я говорю, ну, а какие ваши тут сильные, там эстонцы были, высокие ростом, крепкие ребята. Двухпудовая гиря лежит. Я говорю, ну, давайте посмотрим. Вот он взял ее так, ну, как обычно, на руке перевернут. А я вот так вот зажал ее ручкой, стоймя на гире стоит. И пошел ему, показываю, сколько. Поднял, допустим, 25 раз. Потом сзади взял и пошел подниматься, не давая ей до палубы где-то. Капитан говорит, ладно. А никто из них не мог сделать. Почему? Работа. Работа. И работа дает тебе определить лишнее, тебе никак не будет. Что значит полкирпича? Ты определи себя. Вот я работал на стройке, на стройке. И у нас, допустим, бетон тачками катать на второй этаж. Тут догадайся, какая работа. А у меня с собой, что там, два ломтя хлеба и маленько компот уберу. И надо пожевать даже только все. Там работали ФЗУшники, так они меня спасать вначале. Взяли мыша, убили и мне между хлебом положили, чтобы мясо было. Мышку. Поэтому сам себя посмотри, как питаться. Вот мы не раз показывали, какой наш завтрак. Какой обед. Зелень должна быть. Витамины должны быть. Вот что там летом. Если вы видели, как вот, когда гости приезжают, я делаю зелень, называется. Орву. Что там есть? Листья чеснока. Это стебель. Лука, одуванчики. Ребятам 12 компонентов почти. И ревеним все это мелко режут, толку. И суп подают каждому ребенку. Никто не болеет. Это необходимо. Бог так устроил. И сотворил, говорит, зелень на пользу человеку. Всякую зелень. А Василий Великий говорит, мы же не белины, а белины, чтобы белину есть. То есть и тут надо разумно смотреть. Поэтому дать рецепт, вам нужно или не нужно. У нас мама говорила так, что душа твоя желает, то и ешь. То есть по постам, все. А одни у нас едят, допустим, у нас картошка мелкая, мы вот такой вот. Вот прямо, ну, с ноготок. Мы ее всю сохраняем. Мы ее варим, потом нечищенную, она обмытая, нечищенная даже. Хочешь почистить маленько там, это. Все, больше ничего нету. Хлеб. Вот сегодня у нас нельзя. Вчера была рыба на столе. Вчера молочная была, молочная была, там простокваша. Ну, что разрешено. Ну, и, конечно, все это в норме. Вот пошел сейчас Володя на работу. Если он не будет, как следует, питаться, то ничего не сделать. У него с собой это бензопила. Вчера он в подвал там ездил, делал сестре. Каждый день почти поднятие тяжести. И, ну, был бы рядом, значит, нам учить не надо. Кто к нам приезжает, он легко втягивается. И через неделю он даже и забывает, как дома питался. У нас нет ни толстых, ни тощих. А совершенно в норме, как положено. Рост свой замерил. Сколько? Метр восемьдесят. Ну, отнимай сотню-то еще. Можешь и сто пять отнять. Все. Выше это норма, не заходи по весу. Вот так. Гляди. А не так, что мне это не нравится, я не ем. Я вот если поем, ну, там, вот они режут лимон. А у меня изжога. Вот с лекарствами тут сложнее. У нас лекарств нет никаких. А изжога, если... Ну, добавляют соды иногда. Если соду пустить в кислое, там, допустим, березовка у нас. Это можно чуть-чуть сбить. Но в себя не принимать. А как? Очень просто. Возьми сушку или два сухаря, съешь на сухую. Ну, если можно есть меду там немножко. Все. И сжоги нету. А как вы узнали? Сам? Я понял, что из лишнего... Оно с чем-то должно захватиться, пропитаться. Все. Нету. И поэтому рецепт, даже рядом, кто живет, мы не даем никому. Вот у меня дети были с излишним весом. Мы называем галактическая диета. Это два сухаря и там кружка компоту. Вот скамейка. Кто желает, на нее садись. Садимся все едим. А они сели и сидят. А одни до конца выдержали. Ну, и в обед также, вечером. А другой нет. Толстый парень и начал умничать. А я есть хочу. А тебя никто не садил на скамейку. Ты сам залез на нее. Все. И сразу тоньшать соначали. И сразу и в футбол пошли играть. Вот тут надо просто смотреть. Галатийское называемое. Мы назвали. В Галатии был голод. Выбрасывали детей. А Климент Анкирский подбирал. А потом их приводил к окрещению. И у нас лагерь назывался сейчас Климент Анкирского. Мы назвали галатийская диета. Если излишний вес, мы ребенку говорим и предлагаем. Но не заставляем. Она как была, поехала. Пышка такая и осталась. Ну, она не может как. Это ее дело. Она избрала. Мы говорим, какие последствия. У тебя будут болеть ноги, вены, глаза, глаукома. Все болезни тебя будут отсюда. А организм накачивает сердце, кровь во все клетки тела. А если у тебя доминная печь Череповецкого комбината, ну, где ты ее накачаешь-то? Поэтому и болеешь. Болеть полезно, когда где-то Господь допускает. А когда ты эту болезнь за себя сам затащил, это другое. Ну, бывает. Человек заболел чем-то тем, чем ты и не хотел болеть. На стройке. Вот я был, нынче руку придавил, ногти все черные раздавил. Ничего, помаленьку, помаленьку. Ну, там. А бывает так, что человек там от переедания. Много притчей написано. Человек лежит как. И как он охает и ахает. Это плохо. Переедать. Не меньше, чтобы два часа вечером было до сна, после ужина. После ужина. Вот, то есть, некоторые такие немного правила. Если есть чистый, с пасеки мед, то ложечку с теплой водой вечером для спокойствия. Вот у нас корень солодки нынче много. Запариваем его. Чай, какао. Это у нас, там, какао и кофе. Это исключено. Вообще не появляются. Своими травами только. Вот где-то, сам беру, собираем богородскую травку, там еще что-то. Там, багульник. Вот так. А я читал, что какао, оно вообще очень вредное для организма. Особенно. Так, мы просто не берем. За наркотик считаем. Я не определяю вредности. Никому не запрещаю ничего. Я просто говорю, излишний вес вреден. Это точно. Излишний вес – это блудные мысли, это плохой сон и работник никудышный. Ну вот у меня есть где-то, у меня рост метр 83, а вес где-то около 83. Ну то есть лишний вес как минимум 5 килограмм точно есть. 5 килограмм. Это вообще не жажда, это просто организм, ну как бы, какие-то, как сказать, плоть выстает на дух и противится. И вот как вообще сохранять вот такой бодрый настрой, постоянный, потому что у меня, вот я заметил, оно идет спадом. Где-то вот, если идет около недели, двух, может быть, какой-то бодрый настрой, где вот я молюсь, там стараюсь, работаю, а потом постепенно, постепенно вот этот настрой угасает, 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 и там тут пропустил правила, тут никто не сделал, тут проспал где-то час-два лишних вместо там положенных. И потом в итоге какое-то отчаяние приходит, что вот все, и я срываюсь, и потом уже сам, как говорится, себя отоплю. Вот. И зачем, сам не понимаю. Ну вот сейчас, как бы, опять вот пока бодрый настрой идет. Как вот этот настрой, как вот я вот сегодня слушал вашу, вы начитали «Один день святой жизни», и там, по-моему, Василий Великий, он говорит, что в лампаду как бы надо подливать масло. И вот, как вот, что вы еще можете посоветовать, чтобы вот сохранить, как сказать, ревность, бодрый настрой и желание стремиться ко Христу? Потому что у меня вот я в себе страха Господня я не нахожу, и любви к Господу горячей тоже не нахожу. Хотя я, как Бога, люблю, но вот такой вот ревности по Богу я в себе не нахожу. Я как бы стараюсь ее стяжать, но получается у меня, как сказать, с падениями. Вот. Как вот сохранить этот настрой, как эту ревность, как страх Господень стяжать? Вот такой вопрос. На этот вопрос ответить вам я, ну, по вашему желанию, не отвечу. Я просто живу. Живу радость Боге. Каждый день благодарю Бога за тот день. Вот так говорю, Господи, благодарю Тебя за тот день, в который Ты дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Поклон. Среди ста поклонов один поклон посвящаю дню. Ну, а сколько мне было? Ну, допустим, в это время мне 2,5-3 года было. Примерно так. Мне в это время уже Бог все это дал. Ожидание суда Божия, как я умру, как предстану. И поэтому у меня не было задачи. А как настрой добрый, то, другое. Ну, мне не 2, как говорится, не ваш возраст, а мне 78. 78. Это уже жизнь человеческая 70 лет, а при большей крепости 80. И у меня не было никогда ни одного дня, чтобы это я апатия, я забыл, и мне неохота там или еще что-то. А вот просто я хотел сказать, извините, что перебил, вот, у меня, я вашу жизнь как бы более-менее хорошо знаю, я вас уже давно смотрю, ваши ролики, книги читал ваши. И я хотел бы про себя рассказать, у меня было, можно сказать, в жизни все наоборот. Я шел путем, можно сказать, к лукавому. То есть, хоть я и верил во Христа, и был крещен в младенчестве, и даже Христос меня как бы где-то в детстве, лет в 7-6 на меня собака напала. Я сказал, Господи, спаси и сохрани, и она развернулась, тут же убежала, он меня спас. Но при этом я вот как бы грешил, и потом у меня случился такой момент, что я встретился со Христом в сердце, после того, как я очистил сердце. Но я очистил его не путем покаяния вот в церкви православной, а путем, как сказать, покаяния в группе партизанской правды партизан, которые вот восхваляют Сталина, Зою Космедвенскую, героев, и вообще, можно сказать, такая нехристианская группа. И я встретился, когда я очистил свое сердце, у меня мысли стали идти из сердца. И каждая мысль, которая не соответствовала истине, она отзывалась болью в сердце. И это было где-то в течение получаса. Я сначала, ну так, удивился, что вот у меня мысли прямо из сердца идут, и каждая мысль, которая не совпадает истине, на нее сердце как бы болеть начинает. А потом сердце стало сильно болеть, и чуть ли не чернечный приступ хватил. И я испугался, и вспомнил тогда про Христа. Я уже хотел, у меня даже было такое желание заменить икону Христа портретом Сталина, потому что я думал, что вот Христос, он, конечно, он как бы Бог и Сын Божий, но он жил давно, а Сталин вот недавно жил, и как бы на него надо равняться. И когда я обратился ко Христу, мне такая милость Божия, такая любовь излилась. И это просто невыразимо. И я, а я вместо того, чтобы припасть на коленях и, как сказать, молять Бога, чтобы он эту милость от меня не отнял, я как-то стал вопросы задавать Богу, спрашивать. Я сначала подумал, что это значит, я могу судить. Я почему-то себе был такого высокого мнения, что вот я совесть очистил, и теперь я как бы могу всех судить и так далее. И потом я возгордился, и я подумал, что вот я стану Богом таким же, как Христос. И благодать от меня ушла, но еще был такой какой-то гнев Божий, или какой-то такой ух, какое-то такое устрашение, как бы, что, мол, ты себя возомнил? Какое-то такое... Ну, это не изглаголный язык, это нельзя передать словами. И я тогда, Господи, только бы не возгордиться, только бы не возгордиться, только бы не возгордиться, только бы не возгордиться. Так повторял, 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 а потом уже понял, что сердце такое, как каменное абсолютно, ничего не чувствует, и страшно стало. И я вспомнил ваши советы опять, и начал опять молиться, поиск где-то нашел. И вот по этому пути шел, шел, шел. Но я почему-то сейчас думаю, может быть, есть даже такая притча, что ко Христу в Царство Небесное перелазит разбойник Индия, через ограду, то есть не двери входят, а через ограду. И может быть, это и про меня, я такой человек, который через ограду перелез. И что мне делать? Христос сказал, стучите, и отворят вам, правильно? То есть я вот сейчас, пусть у меня нет, как у вас, такой благодарности Богу. Она, может быть, есть иногда, проявляется, но такой постоянной благодарности Богу нет. Хотя иногда я как бы... Но я читал из этих отцов, что если свое сердце постоянно умом понуждать, допустим, например, у человека нет никакого смирения, но если он постоянно будет смиренно мудрствовать, то есть постоянно себя в уме укорять, 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 то сначала сердце будет к этому абсолютно бесчувственно. Но через какое-то время оно прочувствуется, и у человека как бы появится плач о грехах. И я думаю, что то же самое и как с благодарением Бога. Сначала просто благодарить, 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 стараться искренне это делать, а потом, может быть, оно как бы от сердца пойдет. Потому что вот как вы, что вы можете на это сказать? Или вы не можете ничего ответить, потому что у вас такого опыта не было? Я считаю, что это форма беснования. Это не сам человек делает. Вы видите, сердце, я подумал, дальше боль, у меня ничего этого не было. Я жил совершенно нормальной, естественной, природной, можно сказать, жизнью. Я сын степей, тут и вырос. Я с детства привык удивляться всему. Рано начал читать, там, уже газеты читал в пять лет отцу, отец неграмотный. Но, где бы я ни шел, по отцу обед несу на поле, я останавливался пять лет. Я молился, Господи, как все прекрасно и как страшно. И будет суд. Я умру и предстану, с чем я приду. Я никогда не знал, что Христос за меня умер до двадцати трех лет. И поэтому сегодня все рассматриваю назад, вот так себя, вот я вас гордиться, там, я не знаю этих слов. Вот бывает, любовь к деньгам, ОМОНа, я не знаю. У меня нет никакого опыта здесь. Для меня кубометры сейчас бы лежали долларов, и никаких я бы их сейчас начал раздавать. Я знаю, куда деть, кому что купить, тому комбайн, дороги построить где, а я вручную все это делаю. То есть, вот опыт, который они говорят, что там, святые отцы считают, они не по опыту это говорят. Они знают, там, Иисусова грешная, многогрешная, Иисусова молитва, истихазм. Я ничего не отрицаю. Я только говорю, да, я молюсь. Вот у меня есть эта лестовка, у меня есть это четки, я по ним молюсь. Но десять раз считаю Иисусова молитву, все. Десять раз там Божьей Матери, десять поклонов, десять ангелу-хранителю. То есть у меня совершенно размеренная, спокойная жизнь. А если нет, ну не меньше семи раз в день. Три святые, по сто поклонок, это за один раз. А если нет, бывает и не разу, мы работаем, даже нехто встать. Перекрестились, и ко Господи, слава тебе, благослови дальше работать. То есть я живу совершенно нормальной, спокойной жизнью, прославляя Бога. Вечернее правило я не успел выполнить, мы молимся кратко. Опять же, вот этой молитвой, сто поклонов, за все благодарим, я ложусь. Засыпаю там, ну, смотрели за мной, бывает секунд, секунд двадцать, я уже полностью отключенный сплю. Это когда никого не обидел. У меня нет врагов. То есть они есть, но я их врагами-то не могу считать. Они позволяют, давят меня, я ищу выход. То есть у меня столько общения появляется, к ним люди кто-то приходит, говорят, что это не так. То есть все это настолько естественно, нормально. И все время план работы. Что я сегодня делаю? Вперед. Вечером я не ложу ни куда, тут только молитва, и вот здесь занятия идут, с кем-то занимаемся. А с утра пораньше мы встаем всегда всегда 4.40. Всегда. Все, кроме меня. Я встаю раньше, потому что мне хотя бы час, полтора или два нужно до 4.40, когда все вставать будут, мне нужно ответить в интернете. У нас 8 тысяч у меня подписчиков, подписчиков, 8,5 миллионов просмотров, это нас к средствам массовой информации отнесли, и 8,5 тысяч роликов, и на все вопросы ответы идут. И у меня так естественно все идет. Вот. И вы говорите, вот там думал, подходил, нет. Начало, а страха нету. Какой-то Сталин, Сталин изверг рода человеческого. Нет, я уже, я уже отверг это все. Ты здесь, ты должен был сердцем это почувствовать, знать, умом, умом. Сколько людей погубил. На его совести миллионы, десятки миллионов жизней. Он хуже Гитлера в тысячу раз. Ну, ну, по поводу Сталина, вот есть такой человек, Олег, сейчас скажу, Олег Щербанюк, может быть слышали в интернете? Не слышал. Не слышал. Ну, вот он, по поводу Сталина, он говорит, что это как бы не такой уж однозначный изверг, потому что было партизанское движение. Если бы он был такой изверг, почему же тогда партизане пошли за него воевать? Они бы тогда приняли Гитлер? Ведь и Гитлер пришел с хлебом с солью сначала. Он же пришел как освободитель на нашу землю. Он же говорил людям, что вот мы вас освободить пришли и так далее. А люди ушли в партизанское движение и за него воевали. Я не оправдываю Сталина и говорю, что вот он такой хороший, ну, как я раньше о нем думал, что вот он высокой совести человек. Но я хочу сказать то, что все-таки он не настолько плох был, как тот же Ленин и он... Ну ладно, не надо даже говорить это. Не надо. Ну вы считаете его святым, сейчас иконы его рисуют. Нет, я не считаю его святым. Это бандит. Это дьявол в образе человеческом. ГУЛАГ сожрал только 66 миллионов, миллионов. И он пришел откуда? Грабил кассы. Людей убивал, казаков. Грабил банки. Это бандит. Его никто не выбирал нигде, а все только пришел так. Ну по поводу... по поводу... Сказать дальше-то. И Христа нету, а теперь я думал он больше... Но явное дело, что это от сатаны. Нет, то, что до этого было, это все от сатаны. Я не думал, что Сталин больше. Я думал... Просто говорить о нем не надо. Я не хочу. Просто один раз сказали. Ну просто по поводу ограблений, по поводу ограблений его же ведь сослали, его сослали в царской России не за ограбление, его сослали профилактически. Это в документах сохранилось. Его сослали как вот, ну, профилактически, что вот как бы может быть он там склонен к эволюциям и так далее. Вот это я вот когда изучал, я же много вот этому времени посвятил Сталину изучению. И вот я хочу сказать, что может быть вы ошибаетесь, заблуждаетесь в каких-то моментах. И 66 миллионов это... Архипелаг Гулаг почитайте Солженист. Я вот начал как раз читать вчера Архипелаг Гулаг. Он у меня начитанный на сайте, можете прослушать, еще удобнее. Ну мне как-то вот именно читать вот такие художественные литературы читать. Дело, значит, просите страха Божия, чтобы Господь открыл глаза. Нельзя быть слепым, не видеть. Разбойника, беспокаянного, который... Больше его никто людей не убил со дня создания мира. И вдруг считать, он делал добро, за него шли... А кто не шел, их убивали свои сразу же. Ты чем занимался войну там-то? Почему не помогал партизанам? Стенки подряд. И трещь идет о сотнях тысяч расстрелянных, эти заградительные отряды только. Не об этом говорим, о спасении моей души. Вот для спасения моей души нужна притча Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. А дальше, когда Бог тебе это даст, два момента всего, два запомни. Первое, третья глава Евангелия, это надо народиться свыше. Надо, ибо так возлюбил Бог мир, и ты увидишь сам себя. Надо народиться свыше. Если этого не было, ничего и не было. Еще ничего не начинал ты. Ты мертвый, ты заброшенный. Я сейчас материал вам скинул, вы его прочитаете. Только что скинул. А я уже начал немножко читать его, пока у меня полтора минут перерыв был. Я согласен, то что начал, начало там очень хорошее. Медленно прочитайте. Я уже говорил, что вам туда скинул еще вчера-позавчера. Там есть огромный материал. Второе, быть Вадимом Духом Божиим. Римлянам 8.9. Кто Духа Божия не имеет, тот не его. Имеющий Духа Божия, он не будет мотаться туда, там Ленин, Сталин, Гитлер. Ему это не надо. А я и не мотаюсь уже поэтому. Я уже... Но и апатии никакой не будет. У тебя... И апатии... Нет, у меня апатии нет. У меня, как сказать, было, понимаете, не апатия. Апатия это совсем другое. У меня было свободное произволение. Оно началось все с чего? С чревоугодия. Вот у меня вот эта страсть с ней, она, как сказать, как говорят, это мать всех страстей. Вот стою я на молитве. Я уже как-то... Сначала, допустим, у меня как было? Вот, допустим, поел я, уже понял, что хватит, а вот смотрю, арбуз лежит. И хочется арбуз взять. И понимаю, что уже хватит, что это будет лишним. И вместо того, чтобы задуматься и как-то там проанализировать, я раз, схватил, съел. Потом, понимаю, что лишним, потом это мне как бы сказалось. Я уже начал мысль, ну, себя настраивать, что надо с рассуждением подходить и так далее. В следующий раз подошел с рассуждением, вроде удержался. В следующий раз тоже подошел с рассуждением, опять съел. И вот в итоге, последний раз у меня как было? Стою на молитве и такой, вот сейчас, а я уже покушал, поел, все, и вот сейчас арбуз съем. Потом, но это же лишнее будет, все равно съем. Но Бог же тебя за это осует, все равно съем. Но и в ад же пойдешь, все равно съем. И в итоге, я не, как сказать, не отвергнулся себя. Вот помню, вы мне сказали, есть три, у тебя три врага. Ты, дьявол и мир. И вот я забыл про то, что я сам себе тоже враг. И вот из-за этого у меня свободная воля, она как-то проявилась, а я вместо того, чтобы ее отвергнуть, как-то, ну ладно, съем, съел, еще, еще потом что-то съел. И в итоге, потом, пришло уныние, не такое легкое. И я расстроился, и подумал, что вот, наверное, как-то время начало очень медленно тянуться. И я подумал, что все, наверное, как бы, я Бога оставил. И что делать? И потом, ладно, там, еще на работе, это когда я был, только я недавно устроился, еще только, тяжело было работать. И я такой, ладно, все, брошу работу, пойду домой, и буду жить, как сказать, но потом, через какое-то время, там день буквально прошел, два, даже два дня, наверное, не прошло, я раскаялся в этом, и опять пошел к Богу. И апатии так не было, просто это был сознательный выбор. Вот именно апатии, то, что когда вот, как сказать, тебя давит что-то, и ты вот расслаблен, не было, а был сознательный выбор, вот именно такой осознанный, ни кем, ни откуда, не, как сказать, ни со стороны бесов не толкаемый, ни со стороны Бога не толкаемый, а вот как человек, вот как Адам, допустим, когда он съел это яблоко, у него же был свободный выбор. Вот так же у меня, свободный выбор против Бога. Но сейчас я как-то понял к тому, что я сам себе враг, и с этим стал бороться тоже, то есть со своими какими-то желаниями в плоти, что надо понимать, что вот есть Бог, и есть суд Божий и так далее. И вот как-то сейчас получше стало, вот, в последние дни. И я хотел бы просто, понимаете, вот вы говорите, надо родиться свыше. Но у меня было вот то, что у Евангелия там написано, «Любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши». Я, может быть, не дословно цитирую, но вот такое у него есть. И вот в меня эта любовь Божия Духом Святым излилась. И тогда, когда она излилась, я шел, пусть я от нее отпал, но я начал идти по пути к Богу, и где-то, может быть, дней 40-50 шел, 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 очень активно, и сатана, он где-то во мне сидел, и постепенно, постом, молитвой, и я его, как сказать, с помощью Божией, он из меня вышел, но он начал мучить моих близких очень сильно. И тогда я, когда это понял, что сатана мучает моих близких, я обратился к Богу с такой мыслью, «Господи, пусть он лучше меня мучает». И в меня через затылок вот этот сатана, он вошел. И я тогда, ну, надо было догадаться, что если сатана в тебя вошел, значит, он тебе сейчас начнет мысли всевать какие-то, которые тебе до этого не шли. А я думал, что вот мысли, которые мне приходят, допустим, на молитве или где-то там, они все от Бога. И мне были мысли такие, что вот сейчас надо, допустим, взять пост нарушить, как бы что будущее, вот, евангельская церковь, она будет, она должна быть по евангельским установкам, и вот как Христос нарушал в свое время субботу там и так далее, и Моисеев закон отменил, так и вот ты такой человек, который вот должен пройти это все, как сказать, чтобы вот все отменено было. И я как бы нарушал, 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 а потом, когда дошел до такого, курить стал и так далее, дошел до дна, опять понял, что это все, как сказать, сатана мне насеял, раскаялся и опять бросил курить, опять начал посты следовать, но уже не было того, как сказать, ну, понимаете, как что у человека был запас, вот, когда я шел к Богу, когда перед тем, как я попросил Бога, чтобы он сатану отвел, этот близкий, вот, а на меня как бы этот удар принял, перед этим, как я попросил, у меня был такой радостный, достаточный настрой, у меня был хороший запал, и если бы он сохранился, я уверен, что, как сказать, все было бы хорошо, но вот сатана у меня сбил с пути, и потом уже вставать стало намного тяжелее, и у меня, в принципе, получилось встать, и опять я устроился даже на работу, а я, просто вы поймите, я всю свою жизнь практически, я не работал, я даже на даче родственникам не помогал, потому что меня как-то вот так вот растили в таком, как-то никто меня никогда ни к чему не принуждал, я вот рос как такой в абсолютной свободе, можно сказать, вот, и поэтому для меня это было тяжело, то есть начать такой на физической работе, и сейчас достаточно тяжело, но я вот себя перебарываю, я зарабатывал деньги игрой в карты, в покер, в интернете, как сказать, мозгами, но это греховное занятие, я это все оставил уже давно, но и дело в том, что зарабатывал хорошие деньги, но за деньгами я не гнался, то есть мне было достаточно на жизнь, и там, на родственник помогать, и я вот это все оставлял, а лишнее, как сказать, за сребролюбие вот такого во мне как бы тоже нету, что вот, если бы у меня сейчас были деньги, я бы их тоже все с радостью раздал бы, у меня нет такого, что стяжать деньги там накопить и так далее, у меня вот основные страсти, это чревоугодие, это вот плоть восстает на дух, вот это основная моя страсть, и вот с этим как бы надо что-то делать, вот. А вот еще такой вот все-таки вопрос по поводу жажды, вот, как понять, что ты хочешь пить? Вот если во рту сухо вот так вот достаточно сильно, это значит, что человек хочет пить, или должно быть какое-то другое что-то, в желудок, допустим, просит пить и так далее, как вот понять, что хочешь пить? И сколько пить надо в день в среднем человеку, как вы считаете? Или таких средних данных нет у каждого в своем организме? Ну, смотря по каким нормам смотреть, как святые им пили, так они через неделю один раз дожили в пустыне. Вот мы читаем про Моисея, он не пил и не ел 40 дней. 40 дней, а поисе великий 70 дней. Сейчас невероятно скажут, это невозможно, это энергия должна какая-то исходить от него. Ну, не будем спорить, это жития святых и Библия говорит. Вот пить, а зачем пить? У тебя за столом суп с водой, суп на воде, и даже если какая-то каша, тоже помидоры и арбузы, все это вода. Я не вижу надобности никакой пить, я вот не пью совсем. Когда жара на жаре работаем, сильно потеешь, но, говорят, не меньше 2,5 литров воды надо. Ну, чего мерить-то? Если сколько там выпил, немного и хватит тебе. Так это когда ты работаешь на солнце, ты весь мокрый, много воды из тебя выходит, обезвоживание организма может быть. Но голова должна быть закрыта от солнца. Уж не пробковым шлемом, как на юге хотя бы. А сколько пить, ну, какая норма может быть поставлена? Я считаю, что если все в это есть, вода и еще ты, допустим, чай пьешь там с сухарямищим, то и пить вообще не за чем. Ведь тебе воды достаточно. Так этот вопрос даже никогда и не ставился. Нет, но я имею в виду, сколько жидкости всего употребляется, учетом жидкости в супе, жидкости в чае. Я имею в виду вот в таком смысле. То есть вот за, допустим, я вот сейчас пью, ем и пью 3 раза в день. Я ем хлеб с водой и воды пью примерно около 700 мл в день, где-то так. Может быть около 700-800 вот в районе. Но у меня такое чувство, что это очень даже лишнего почему-то. Что мне кажется, что мне надо вообще пить очень-очень мало. Ну, сами себе определите. Лишнее. Зачем оно вам лишнее? А как вы определяете? Вот мне скажут, я вообще ничего этого не определяю. Мой организм мне подсказывает. А как вот он подсказывает? Вот пить, например, хочется. Как вот в этом случае, что вы чувствуете, когда пить хотите? Вот организм мне как подсказывает? Хочу пить, но если где-то я-то пересыхает во рту, как вы сказали. И все? Мы работаем на солнце. Пилим там, руками пилим или что-то таскаем в землю. И просто потеешь. И чувствуешь, что слюну проглотить. Даже слюны-то нету проглотить. А, вот. Ну, с тобой берем воду, несколько глотков разрешаем. Голоток или полтора глотка там, чуть-чуть и полный рот. Все, каждый глотнул, дальше начинаем работать. Кто-то там руку поднимает нас, работает компания. Вот я пить хочу, подождешь, когда все будут. А сколько раз? Ну, до обеда, допустим, два раза. Так же после обеда. Одна бутылка на всех. А если сильно жара, берем больше. Наливаю детям. Даже у нас есть в интернете, тут я им наливаю помаленьку. И начиная со старшего до младшего. Каждый перекрестился, выпил. И никогда не ставили вопрос, сколько. Когда все выпили, а вода остается, я спрашиваю, кому еще? Кому? Бывает, другой надо больше. Больше он выпил раз, да еще так хватит тебе, уже лишнее будет. Ты видишь, другие не просят добавки, а ты просишь. Точно так же за обедом. Я не знаю, вот у нас все это без натяга. И так, чтобы стоял вопрос, даже, а тем более о питье, нигде не указано. Бывает, мы считаем, в календаре сейчас, какой день, что разрешается, в Великий пост. Воздержание, одно слово, воздержание. А воздержание, ты сам на себя смотри, как ты работаешь. Если я сейчас на пенсии, и, ну, работа такая, вот мы работали, сейчас пилили там все. Я же с молодежью все время, говорю, ты нас запарил там на работе. Я всю жизнь, даже, на работе. И для меня этот вопрос тоже не стоял. Ну, разгружали мы кирпичи из огненных печей. Под ногами брошенные были контейнеры, на которых кирпичные деревянные, они вспыхивали под ногами. Больше двух там часов нету носом, кровь пойдет, из ушей кровь даже идет. А нас гнали в печи. А мне Бог давал такую силу, я работал целый день. Целый день. Это все, конечно, на здоровье сказано, но кто-то должен был разгружать. Ну, один так, другой так. Он, допустим, уже сознание теряет. Я ему не скажу, я работаю, ты работай. Я не могу этого сказать. Я прораб. А у меня 250 рабочих. А я вместе с ними лезу туда. На морозе. Мороз 43 градуса. Голыми руками. К железным рамам стекло. Руки прилипают, пальцы. Оттуда заходишь. Дальше козел стоит большой. Это спиральный. Руки погрел опять на верхотуре. Это окна называются. На больших цехах промышленных предприятий. Это настолько было вредно, что у меня поражение нервной системы рук было. И меня комиссовали, руки подвешены были. А потом все, Бог вернул. Вернул. Я не считаю, что что-то было особое. Но главное, что мы сделали все. Завод пустили вовремя. Ну вот вы мне очень даже помогли с советом. Потому что я, понимаете, как вам сказать, вот когда я от Бога, вот эту благодать получил, но в итоге, когда я все-таки от Бога отошел, но это другая целая история. Но у меня постепенно, как сказать, вернулся такой мирской образ жизни. Хотя о Боге я вспоминал и плакал о нем, когда читал Святых Отцов, особенно Силона Афонского, его плач о Боге, когда он пишет, что плачет о Боге. Я вот тоже с воздыханием так плакал о Боге, вспоминал вот эту любовь и так далее. Но я жил такой мирской жизнью, питался там три раза в день, пил чай, воду, ну достаточно много и питался, и воды много потреблял. А вот потом постепенно, как сказать, даже вот впал в смертный грех, рукоблудие, но я потом начал с ним бороться, уже вот неотносительно недавно, начал с ним бороться, бороться, и у меня стало уже получиться побеждать. А потом у меня опять случился такой момент, что я сделал грех против совести, против ближнего в интернете. Я посмотрел ролик вот этого самого меня, на котором Стального сфаляет, не для того, чтобы там чего-то подчеркнуть, а просто мне интересно стало, куда он клонит. Потому что я думаю, что, думал, может быть, и думаю, что вот это именно их учение, вот оно, то самое антихристово-религия, которая придет. И вот мне просто интересно было, куда они идут, просто так это или нет. Вот, как сказать, испытать. А у него есть ролики, которые, вот сейчас, раньше он для всех ролики делал, а сейчас у него есть ролики, которые только за деньги он продает. И я так подумал, а вот посмотрю-ка я ролик, который он за деньги продает, но не за деньги, естественно, а вот кто-нибудь в интернете наверняка посмотрел и бесплатно выложил, то есть как бы обмануть систему. И вот когда я это сделал, буквально только начал смотреть ролик, а он, кстати, сам говорил, что вот это как бы такие люди, они поплазятся, которые пытаются обмануть, я вспомнил это и сам понял, что я совершил грех против совести. И меня так совесть облегчает начала, такие адские страдания я испытал, и как будто было ощущение, что вот это навечно, что вот как будто Бог оскорбил, Дух Божий прям вопиял во мне, что вот это как бы, это просто вот то, что до этого было рукоблудие и так далее, это на совести никак не отражалось. Это, конечно, ум помрачало и где-то, может быть, я жалел об этом, но эта совесть, она вот абсолютно не беспокоила. А вот тут такой, причем грех, он так быстро был, как совершен мысль, она проскочила, я только включил и понял, что вот я совершил этот грех и все. И я пошел в церковь, исповедил этот грех, но вот это как бы муки такие ушли, но все равно такое чувство, оно вот это, что оскорбил Бога, что Дух Божий, он так вопиет просто. Оно оставалось, 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 и я уже просто не знал, что делать, и у меня, я уже просто лежал и Богом, даже и молился, и не молился, и не понимал, что делать, и у меня уже такая мысль, а может быть, это я вот этот Антихрист, то, что я вот уже познал истину, я знал, знаю, что Бог есть. Я не верю, что Бог есть, я знаю, что Бог есть, знаю любовь Его и милость Его, и сможете Антихрист, и у меня такая мысль была, что вот, ну, Антихрист, а вот он как бы будет царем там, и как-то вот, и раз совесть так заглохла, и я такой, подумал-подумал и начал ходить по дому. И вижу, что к ближнему у меня какая-то любовь ушла, что вот как будто мне стало казаться, что ближними боятся. Я почувствовал, что любви вообще никакой во мне нет. И мне так это стало плохо, что вот как же без любви, ведь как без любви человек может жить? Это же невозможно, что зачем это все нужно, если нет в сердце любви? И любовь, она вернулась, как сказать. Может быть, это Бог принял покаяние, я не знаю. Но вот же с тех пор, вот после этого момента, когда вот совесть меня так сильно обличала, и она прошла, вот эта муки совести, у меня уже вот той памяти о любви Божьей, той, как сказать, уверенности в спасении, потому что после того, как даже я впадал в грехи тогда, но у меня была твердая уверенность в спасении, потому что я знал, что Бог такая сильная любовь, что вот когда читал Стрихотцов, я просто был уверен, что Он меня все равно спасет. Но вот сейчас у меня этой уверенности в спасении, оно абсолютно никакой нет. Но и память о той любви Божьей, она как бы из сердца ушла. Но я помню еще примерно, вот как это было, эта встреча с Богом, какая-то сильная любовь. Примерно так, что-то отдаленно. Но вот как тогда вот такого в сердце памяти уже нету. И вот как сказать, что я хотел сказать-то? Вот этот грех, который я свершил, вот он совесть обличала. И вот после этого я просто... Николай, давайте это... У меня тут уже в очереди стоят. Вот сейчас очень кратенько, очень кратенько. И вот после этого у меня я не захотел... Я курил тогда, я не хотел ни курить, ни есть, ни пить. И долгое время я практически ничего не ел. Ну, совсем очень мало ел, и то я не хотел. И вот у меня до сих пор это такое состояние, когда ни есть, ни пить особо не хочется. И вот когда вы сказали, что там полтора глоточка выпил, и достаточно. А я, допустим, в этом случае выпивал бокал, потому что я не знал, сколько достаточно. И мне это очень помогло. И вот тоже касается еды. Может, мне и есть стоит очень мало. Потому что, ну, вот если организм не голоден, он не просит есть. Зачем же тогда есть, правильно? А у вас какое образование? Полное среднее образование. Среднее образование. Как вы в школе учились? В 11-й школе. Ну, в обычной школе. Никаких там... Ну, по поведению отметки хорошие были? Ну, как сказать, я уже ближе... Сначала до 9-го класса я учился на 1-й пятерке. А потом я начал те предметы, которые у нас преподавались, ну, по каким-то совсем старым учебникам, где там совсем и очень плохо преподавались. Я на них практически перестал ходить. И открыто учителям говорил, что вот это все не нужно. И, можно сказать, учился только тому, что нужно. Экзамены... Понял я. А на исповедь когда ходили? Последний раз? Вот, в воскресенье в это ходил. На исповедь? Да. И вот то, что сейчас рассказываете, священнику говорили? Говорил. Но я не все описывал, я просто назвал грех то, что вот этот грех был как связан с воровством, правильно? И вы после исповеди причащаетесь? Нет, не причащаюсь. Еще же у вас там нет человека, который бы с вами поговорил, как это все. Духовный такой, чтобы он... Вы Библию как часто считаете? Последнее время очень часто. Вот я буквально, ну, целый день провожу или в чтении Библии, или в чтении Святых Отцов, или... Ну, как сказать, ну, в последнее время очень часто читаю. И слушаю, и вот близких начал бабушку привлекать, слушать Евангелие, и, как сказать, чтобы она запоминала, там, ну, как сказать, а то она... Вам сколько лет? 23 года. И, кстати, у меня день рождения очень с вашим совпадает, 10 июня. Вот как, вот так. Да. То, что вы говорите, это во всех отношениях ненормально. Ни без веры, ни в вере, хоть как, возьми, все, это ненормально. Я понимаю. С чем это связано? Я не исследователь, но, имея опыт, большой, очень большой опыт, я все время с молодежью, с молодежью, начальник детского лагеря, я могу сказать, что это вот на первом месте стоит, что у вас есть. Нет отречения от самого себя. И поэтому нет следования за Христом. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мною. А вы даете мысль, вот такая мысль, начинаете как будто Семеновы Богословы или Исааки Сириянин. А на самом деле вы даже ничего оттуда не имеете. Вы свой рост не знаете. Телесно знаете, а там можно, можно, знаете, быть пигмеем самым маленьким. Прекратить вот эти исследования. Вам надо работать до пота каждый день. работать и, конечно, мало питаться. Поменьше, там, если мысли есть, там о девочках думать, чтобы не было никакого греха. Ни рукоблудия, ничего. Главное, мозги истощают блуд. И сегодня игры. Играли в интернетные игры? Ну, давно уже. Давно уже. Оно все остается, оно никуда не делось. Дьявол рядом. Это у вас не от Бога и не от человека. Это все от сатаны. Я понимаю. Если это так, то для него пост и молитва. Тогда вопрос другой. Вам не надо спрашивать. Пост это полное воздержание. Ни грамма воды, ни грамма хлеба. Это пост настоящий. Но у вас есть священник. Вы посоветуйтесь, подойдите, расскажите. Христос дал одно оружие. Только одно. А сколько поститься? Я вам говорил, сколько. Рекорды ставить мы не будем. За Паисием Великим нам не угнаться. Ну, сколько вы можете? День можете. День. Ну, попробуем. День. И одни этажи. А после этого я дорвусь и котел каши слопаю. Нет. И пищу самую простую имеете. Вот у нас хлеба нету. Мы все время на сухарях. У нас нету хлеба. Чтобы ходили в магазин, мы круглый год не покупаем. Иногда Володя печет в пище свой хлеб тогда есть. Где-то. Ну, я по частям, как бы, говорю это дело. И почему опыта нет? Иные говорят, а я вот такой-то наркоман. У меня нет опыта. То есть опыта этого. Я знаю, опыт один есть. Страх Божий. Ты умрешь сегодня. И в этом состоянии у тебя надежды на спасение никакой нету. Совершенно. Ты вот отсюда исходи. И спроси у Бога реки слез. Чтобы вода из вас, если много пьете, выходила через глаза, не через низ. Вот когда Бог это дает, тогда вы увидите, что начнется обезвоживание организма от слез. И слезы будут рекой течь. Это дар Божий. Дар. Я сильный, я служу в морфлоте. В армии вы не служили? Нет. А почему? У меня плоскостопие третьей степени. Только плоскостопие ли? Ну... Понимаете, если у вас что-то еще другое будет, там сразу в армии будет заметно. Я не желаю вам в армию идти. Нет, у меня уже военный билет есть, но у меня последней степени... Причем они ужесточили даже, как сказать, раньше третья степень была более мягкая. Они ужесточили, но у меня настолько плоская стопа, что все равно прошло. Ну ладно, три, три. Первое. В армии вы не были. В монастыре жили? Ездил, работал, но не жил. Нет, чтобы там в полном послушании не было. Нет. В тюрьме в лагере отбывали? Нет, в психбольнице было. То есть, ваше, в вас все время стоит. Мне Бог позволил все это пройти. И я говорю, благословляю тебя тюрьма. А их пять тюрем, шесть тюрем у меня позади. Я за все благодарю Бога. Бог меня мял на мелкое, натирал, нашинковывал. Я благодарю Бога. Он снимал с меня по десять стружек в день. Как я благодарен Богу за эту мою биографию. Поэтому советовать я вам не могу, ничего. Только одно, отвергни сам себя. Это Христос говорит. И возьми крест, который Бог дал. Вот эти разные мысли, там, думал, думал, ходил сам себе. Я такой хороший или плохой, я погибший. Это не надо. Есть Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Да соверши правильный поклон, так, чтобы рука могла пол достать. И начни трудиться. Начни поклонами душить его. Дьявол сильно не любит поклоны. Еретики, сектанты, они ничего этого не знают. У них борьбы никакой нет. Он веровал, я спасен. То есть большего обольщения не придумаешь. Мне не нравится слово прелесть. Я вообще его не употребляю. Но у вас просто фонтанирующая бесовская прелесть. Нет, нет, нет. Но сейчас-то как раз я вот не думаю о том, спасен я или не спасен. Я верю словам Христа, что он сказал, стучите и отворит вам. И просящий получает, и ищущий и находит, и стучащий отворит. И я считаю, что надо просто стучать поклонами, постом, трудом. Стучать, 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 пока Бог не отворит. Вот я так считаю. Любите Слово Божие. Просите у него любви к Святой Библии. Считайте, молитесь и размышляйте. А не так, я много читал. Я насчитывал Библию несколько раз. Насчитывал, я говорю, сколько раз считал. Но все время размышления. Сегодня один стих прочитаю, как будто первый раз видел. Первый раз. Почему? Другой уровень. Я начинаю туда глубже смотреть, что за этим было. Как меня Господь брал. Как Он мне говорил, я не расслышал. Прости, Господи. Вот там, я помню, ехал в отпуск. И в армии был. И со мной в одном купе, общий вагон, сели старик со старушкой. А они немцы были. И мы с ними, я по-немецки разговаривал с ними. И стали вместе петь песнопение. А я перед этим только что там, я не знаю, сколько, немножко выпивший был. Как я себя корю. Вот когда мне Господь стущался, я не видел. Эх! Это было бы на три года раньше пришел бы я к Богу. У меня вот скорбь, почему так поздно я пришел к Богу. В 23 года я впервые в руки получил Библию. Но я каждый день благодарю Бога, что Он дал мне в руки Святую Библию 27 сентября 1962 года. Что этих людей Михаила и Анна, они умерли. Они не православные. Господи, что можно сделать для них? Они мне дали книгу, которая дала мне смысл жизни полный. У вас должна быть ревность о том, чтобы эту истину донести до людей, окружающих вас. А вы внутри себя копаетесь там, а там мусорная яма. Ничего там нету. Нету. Зловонная жижа течет. Зачем вам там копаться? Отсеки все это сразу. Не вносите вот это. Больше нигде никому не рассказывайте, что сейчас говорили. Это не надо. Пользы никакой нету. Опыта никакого нету. И зачем это? Я пошел так, а потом вот так. У меня тоже опыта нет. Я однажды, услышав Бога, загорелся огонь в пакел. Он только разгорается больше и больше. Я смотрю, вот старики встретятся, а ты на пенсии. А чем болеешь? Я говорю, а что это такое? Ну как болеет? Я не знаю, я не болею. Совсем не болеете. Нет, у меня болит все. Но это не болезнь, это естественно отмирание организма. И каждый день работай. Ночную молитву установи, чтобы еженощно вставал на молитву. Я просто буду спрашивать. Когда вы в последний раз молились за детей из Сирии? В Сирии дети, убиваемые голодают. Когда мы молились о том, чтобы не было покушения на руководителей. На Путина, на Медведева, на Дональда, на других. На Эрдогена, на Аману. Никогда. Понимаете, вы опустошенный. Да. Когда мы по деревням ходили, давали, 30 тысяч в селе этих домов посетили. Заходишь, жара. В доме кто есть? Бабка лежит, сын далеко, дочь замуж вышла. Баба, а что ты лежишь? Сколько тебе лет? Да вот там 70. А что ж ты лежишь-то? А ты слышала, что у нас есть президент Владимир Владимирович Путин? Ну да. А ты знаешь, что он в Японию полетел? И там на него может быть покушение? Не знаю. Да встань, молись. Чтоб Бог его сохранил. Написано, молитесь за царей, за начальствующих. Не то, что я там подлизываюсь, чтобы мне... А во мне этого никто не скажет. Я им такие письма писал генеральным секретарям и в ООН. Всем. Патриарху. Всем патриархам я писал письма. Завязывал их к покаянию. Но нам дано прямое указание. Молиться. Больше никак. У тебя баба есть, кто тебя ненавидит? Да вон соседка. Молись за всех. Чтоб Бог обратил врагов. Я каждый день молюсь за тех, кто со мной встретился в эфире. По скайпу говорил. А я не знаю. За всех пьяниц, которые знаю, я их имена произношу. Имена. За путешествующих. Отдельно за болящих. Они мне идут по отдельным категориям где-то. За интернет. Кто изобрел его? Я за них молюсь. Кто изобрел телефон мобильный? Я за него каждый день молюсь. За Мартина Купера. За изобретшего интернет. Тим Бернар Салий молюсь. Каждый день. Каждый день. Они так облегчили нам жизнь. А люди из этого пакость какую сделали. Все показывают. Разврат и прочее. Понимаете? Вы не заняты ничем. И поэтому у вас, как говорится, с Лениным, со Сталиным в башке, как Маяковский писал. Зачем тебе это? Ты только думай о Господе. Господи, как много ты мне дал. Я могу о чем размышлять. Это от тебя. Я никогда бы об этом не думал. Я готовился быть террористом. Смелым, сильным. Отомстить за поруганную Родину. Я с пяти лет уже это знал. Слышал от отца, что они делали. А Бог сказал, ты будешь гонимы. Тебя будут давить. Тебя будут убивать. Вот Бог, видя это, сам убивал. Было время. Я никого не убивал, никого не ударил. Я только готовился и тренировался и тренировался. Я со спортивной, говорится, секции не выходил. Но уметь стрелять. Двумя руками. Из оружия, из пистолетов, из чего угодно. Ножи эти у меня только сверкали в руках. А Господь вот как погорнул. И я благодарю Бога и плащу. Господи, ты видел, где я был? Из какого рва погибельного ты меня извлек? И дал мне веру. И не просто веру, а святую. Православную веру. Сколько в моем доме сектантов, баптистов стали православными, притом батюшками. Это Бог делает, а я никто. Все это благодать. Все, что говорю, это по благодати. Моего ничего нигде нет. Вот я вам послал 3467 моих стихотворений. Это вместе взятые Пушкин, Лермонтов, Некрасов, блок, меньше, чем здесь. Я смотрю каждую строчку, притом ни одного стихотворения, ни одной помарки нет. Я просто рукой писал и все. Я смотрю и не признаю, это настолько выше моего уровня. Господи, за что ты мне это дал? Сколько людей через стихи эти обратилось? Бог. Великий, дивный мой Бог. И имя его святой Иеговы, и Бог Савовов. Люди православные даже этого не знают. Ну, просто перед Богом встаньте и скажите. «Очисти меня от всякой скверны, Царю Небесный Утешитель, Души истины, Иже бездесы, вся исполняй. Сокровища благих и жизнебогоподателю, Приди и селись, и очисти нас от всякой скверны. Очисти. И теперь наполни своей благодатью. И вы Слово Божие понесёте. Сколько мест Библии вы знаете наизусть? Что бы сказать? Ну, несколько знаю. Ну, вот, начало при мудрости страх Господень. Глупцы только притирают мудрость и наступление. Заучивайте Слово Божие. Чтобы знали, какая глава, какой стих, из какой книги. Повторяйте. И постарайтесь узнать точный смысл его. Другие сноски посмотрите. Есть библейский поисковик. Тимофей Аха. Он наполнил весь мир. И у вас будет другое. А это, копаться во всём этом вам не надо. Никому больше не говорите. Очисти, освободи от этого. Люди говорят, мудрость у Бога. Но у Бога такая мудрость, что от прошлого освобождает. Я был душой общества, где бы ни был. Я знал их не сотни, может, тысячи анекдотов разных. Я поэтому обратился. Господи, очисти мой разум. Я встал, ни одного анекдота нету. Все ушли. Люди не верят. Даже неужели это может быть? Я что тебе могу сказать? Я одни стихи, если разных поэтов, 300 поэтов России, мог рассказывать до 6 часов подряд наизусть. Но теперь у меня Бог всё это отсел, только нужное осталось. Я искал и нашёл. Почему? Ревность. Ревность была здесь. Она пришла сюда. Златоуст говорит, если земля была неплодородная, ничего не приносила, то даже посеешь, ничего не будет расти. И нет никого, говорит, несчастья всех человеков, люди, которые веруют, которые надеются только в этой жизни на Христа. А почему вы верите? В первую очередь смысл дальше по справедливости. А во-вторых, всё Бог сотворил. Я знаю от кого это. Воздух. Как я дивно устроен. Моё устройство, земля, всё, что есть. Все пять чувств, которые во мне, это от Него. Это мой Бог. Мой Бог. Я лично Его усваиваю, как Златоуст говорит. И тогда на душе всегда радость. Меня спрашивают, даже я там в тюрьме, на операционном столе. Я говорю, а почему вы радуетесь? Я не могу ответить. Мне всегда радостно. Вот вы столько учились, 6 лет в институте, в университете, а теперь мне режете живот, достаете ненужное. Я на операционном столе не раз был. И мне радостно. Мне радостно, что плоды Божьей мудрости всюду встречаются. Я вот детям говорю, ты даже не знал, ты не родился, а тебя ждали уже, ждали. Тебе нравится, что окна вот закрыты и видно через них, да, это люди придумывали до тебя. Вот двери на шарнире, как шевелятся, это люди придумали. И тебе теперь так удобно. И крыша не протекает. Я ему, ребенку, его словами говорю. Почему? Потому что люди делали как бы для себя и для потомков. А потомок это ты. Тебя ждали. И поэтому надо, чтобы после тебя тоже осталось что-то твое. Чтобы ты увидел, как ты нужный. Тебя ждали. Оправдай доверие Божие, нечеловеческое. Нужно научиться радостно. Павел говорит, радуйтесь. Пишет, прикованный к сырой стене в тюрьме, послание к филиппийцам. И 11 раз говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. О том, что вы рассказываете, кто может радоваться. Одна грязь потоком идет. Не надо, никому не рассказывайте больше. Не надо. Радуйся победам. Павел говорит, больше всех страдал. В стечении народа перечисляет. Впрочем, не я это сделал, а благодать Божия, которая со мной и во мне. Она это сделала. Вот мы 4 месяца были в деревне. Сейчас я только молюсь. Слух, Господи, сделай на нами, сохраняя зверей и недобрых людей. Мы столько много успели опять сделать. Столько пилили, столько свай забили, дороги, машины. Все надо нанимать было за большие деньги. А я, минимальная пенсия. Мне бы только роптать. Вот депутат получает 800 тысяч в месяц, а у меня 6253 рубля. Мне не давали работать по специальности. Меня держали только при милиции, в неведомственной охране. А там много не платят, чтобы я был на глазах. Мое место только так, где-то под давлением или в тюрьме. И за это я Бога благодарю. А я свободный, 3 дня. Я печник, 40 лет печником был, прораб. Я делаю печи. В три раза быстрее и лучше, чем старые печники даже. Бог мне так дал, талант такой. Поэтому у меня везде близкие люди, кому сделал. И всегда при деньгах есть что дать. Специальности должны быть разные. И каждый день работай до пота. Бог говорит, в поте лица будешь есть хлеб твой. И вы говорите, а вот Адам съел яблоко. Где вы нашли там яблоко? Где написано про яблоко? Ну, посчитайте Библию. Говорите, считаю Библию. А слова яблоко там и нет. А я говорил, я разве говорил яблоко? Да, говорили. А, ну, может быть, может быть. Но я не помню, что именно яблоко. Но я знаю, что он не яблоко ел. Он заблитный плод съел. Это может быть я просто, как сказать, оговорился. Хотя это проявляется. Не вы одни. Это говорят почти все так. Почти все. Но я знаю, что он не яблоко ел. 99% людей говорят так. И говорят, пища не приближает и не отдаляет. Даже Баптисты, когда пропадают, не отдаляет. Я говорю, а где ты написал, не отдаляет? Пища отдаляет от Бога. Она из рая вывалила человека. Пищу не продать, не купить. Прямо тех, если за пищу люди душу будут отдавать-то. Считать нету. Да нет нигде, пища отдаляет. А вот можно вам еще один вопрос? Я просто боюсь, что вы говорите, что пост это только когда ты ничего не ешь, не пьешь. Да, настоящий пост. А вот я все-таки просто думаю, как? Если я буду такой пост держать, то я боюсь, что потом, как это одна из крайностей, а потом сатана ведет другую крайность. Что вот, как сказать, не выдержу и сорвусь, и что-нибудь лишнее. Может быть лучше. Мы заражены уже побеждены, поэтому не надо об этом говорить. Ни один святой так не говорит. Я не буду есть, я сорвусь. В Неневе наложили на сколько дней никто. Скотина не ела, дети ревели. Никто не ел. Мусульман не едят до первой звезды, чтобы белую-черную нитку не разрешить было. А если ты будешь есть в тюрьму, тебя задолбят там. А там и привыкли так, что ты нигде не был, и тебя долбить надо, давить. И ты другой будешь. А Игнатий Бринчанинов говорит, что умеренность должна быть во всем, что, как сказать, что пост... Умеренность, я и говорю, что полный пост. Не пить и не есть. А дальше в православной церковь написано, пища постная, молостная. Я же не сказал, что вы так делаете. Вы желаете делать? Делаете. А как вы думаете, сатана, он от поста неполного, допустим, если есть там сухридение, к примеру, он и молится? Я не знаю про сатану, не знаю. Я знаю церковь, а я должен быть послушной, а сейчас до церкви православной. Поэтому мы посты не нарушаем никогда. Нарушаешь на два года отлучиван. Среда, пятница, великие. Четыре поста мы все соблюдать должны. Но в этих постах ты можешь накладывать еще дополнительно на себя. Вот так. Ты добровольно. А не так, я еще нет, а как бы хуже не было, еще бы не было. Ты уже себя накачиваешь на то, а сатана стоит и в ладоши хлопает. Он уже все, сдался. У тебя же белый плак. Вылез из-под простыни-то. Вставай рано. Четыре сорок. По-нашему. Четыре сорок. И днем никогда не ложись. Никогда. У меня вот полвека, жена не видела, чтобы я лежал. Никогда. Ну не считая, когда на операционном столе только. Надо, допустим, сейчас я изнемогаю. Я сел где-то, головой откинулся там к стенке. 15 минут. Все. И опять вперед. Короткая, мгновенная жизнь проходит. Работай. Как Федор Фомулевский, поэт, писал. Работай руками, работай умом. Работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, то будет пускай так. Ну же, работать мы дружно давай. Вот так. А это, что делал? Не знаю. А во сколько вставишь? Да по-разному. Ну все такое квашеное. Кисель, медуза. Человек должен как кремень быть. Чтобы еще враг не вышел уже, он понял, здесь ему ничего не удастся. Ты должен быть руководитель своей души. А для руководителя, лидера, нужно 6 качеств. 6. Запомни. Первое это воображение. Ты должен понимать, вот я буду сейчас так делать. Какая работа, сколько денег, что построить, сколько есть, пить. Воображение. Дальше. Знания. Знания должны быть большие. Очень большие знания. Ты должен все знать. Все, что окружает тебя. И поэтому ты будешь интересен для людей. Ты конкретно будешь заниматься с молодежью. А так, сидишь сам себе ума не дашь. Дальше. Умение. А знать одно, дальше уметь. Четвертое качество. Решимость. А почему мы не можем? Серафима спросили Старовского. Он говорит, решимости не хватает. Дальше. Шестое качество. Пятое качество. Беспощадность. Беспощаден ты должен быть ко всем недостаткам своим. Когда тебя обманывают, беспощаден. Не бойся потерять этих людей. Договорились делать, а его нет. Все. А раз, другой и кончено на этом. Как Павел. Уже Марка не взял больше. Он покинул их путешествия. Апостол Павел. И шестое. Самое трудное качество. Привлекательность. А кто тебе будет искать? Кому ты такой нужен? И никакой. Отвлеченное понятие. И имя нет. Ники придумали. Аватары. Это все для таких людей, в которых ничего нет. Честный человек не будет прятаться. Никогда. Ники, аватары. Это все придумал сатана. Или конфессия. Динаминация. Нет этих слов. Под этими словами везде одно слово скрыто. Ересь. Есть церковь, есть ересь. А вы какой деноминации? Никакой. Я в церкви нахожусь. Святой православной церкви. И вы что, считаете патриархи Кирилла благодатным? Конечно. Он патриарх. И разговоров нет. Да вы знаете, у него там миллиарды, у него там... И знать не знаю. И знать не хочу. А вы знаете, у него там... Все, больше не говорите. Еще одно слово, я вас выключу. Черный список занесу. Все на этом кончилось. Вы не по адресу попали, говорю. Я должен заниматься своей душой. Работать. Работать. Сейчас поговорим. Сегодня я уже слазил на голубятни. Голубятни у меня. Голуби. Я занимаюсь конкретно. А какие специальности? Разные. Я вот переплесчик, реставратор книг. Тысячи томов. Я дрессировщик собак. Я в уголовном розыске тружусь. Я работаю в тюрьме. 17 лет. Все это бесплатно. Самое-то главное. Иду по камерам. 3700 человек слушают меня. Я записываю записи. Здорово это, да. Я могу определенно сказать, что у меня... поручение от Господа Бога идти и свидетельствовать. И у меня трудно найти место, где я живу, где бы я не проповедовал. Пять отделов милиции районных в городе Барнауле. И в них я регулярно вел занятия. Городское управление. И краевое. Это сотни офицеров. Я перед ними выступаю. На определенную тему, которую задают. В пяти университетах одновременно веду работу. Десятки школ. Это одновременно все. Три радиопрограммы веду. Три радиопрограммы. Постоянно. Как составители. Представляете, сколько времени. Во всех воинских частях. В тюрьме. В лагере. На заводах. На пабриках. В прокуратуре. В КГБ. В судах. Везде и всюду. И думаю, что более востребованным в России в годы перестройки, чем я не было нигде. Никто. И с сектантами беседы. И везде. Почему? Я открылся и сказал. Господи, возьми меня и веди. Это труд. И одновременно еще начальник детского лагеря. Это снабдить, набрать детей. Сохранить. Ни одного повреждения. 45 лет. Бесплатно. Набрать команду. Которые на 100% будут отданы и верны. Ни один не обманет. И за каждого ребенка я несу ответственность уголовную. Перед Богом. 45 лет. Теперь уже 46. Понимаешь как? А то работы нету. Вот корчужица. Все. Работы нету. Я хвалюсь моим Господом. Что он меня избрал на это. Так я не все перечисляю. Мы деревню строим. А на одна. На 21 тысячу погубленных. Одна такая. Где не пить, не курить, не воровать, не материться. А составить устав. Жить по нему. Интересно? Да, интересно. Если бы было не интересно, а нас бы фильмы не снимали. Снимает фильм. Он занимает первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм. Первое место в России. Я хвалюсь моим Господом. Что он позволил мне увидеть, как интересно жить на этой земле для Бога. У меня не было уныния даже одной минуты в жизни. А мне некогда. Женщина потеряла мужа. Пошли сыновья там на пронт. Как вы себя выглядели? Она говорит, работа. На заводах, я говорю, там и спала у станка. Как бы ни работа, я с ума бы сошла. И поэтому работа. Как Антонио. Работа и молитва. Работа и молитва. Работа и молитва. И молитва не просто так. А ты должен определенно, конкретно знать, о чем молиться. О чем? Я вот спрашиваю. Ты о детях в Сирии молился? Нет. А о руководителе молился? Нет. Ты о папе римском молишься? Да заранее могу сказать. Нет. Даже Венедикт ушел на покой, а мы каждый день его имя поминаем. О старобрядцах молился? Нет. Я о близких молюсь. О тех, с кем встречался. Близких это все знают. Близкие. А близкие это кто обратились к Богу по-настоящему стали? Если ты такой кто, ты не можешь сказать, подражайте мне, как я Христу. Что ты скажешь-то? А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И это может сказать каждый, который рожден свыше, живет для Бога. Вот так. Так что поговорили. Мы на этом все. И больше никогда не возвращайся на старое. Вас будет тянуть. Это еда там. Это все из одного мешка идет. Да, да, да. Тянет. Они одни не бывают. Рядом идет блуд. Блуд. Ты погаси, говорит, под чревную. Чревную страсть, а потом под чревную. Погаси. Не думай. Женщина это смерть. Горьше смерти, Соломон говорит. Горьше. И ты увидишь, как это есть. Будь кому-то помощником, в каком-то деле. Общее дело. Литургия объединяет людей. А не то, что я пришел и ушел. Ты узнаешь священника. Что ты можешь помочь? Как? Куда-то поехать. А куда тебя послать такого? Ты, рохля. Нельзя так жить. Срам. Другого слова нету. Я был там, а там подумал. А потом так, потом так. Чего ты прыгаешь-то, как кузнечик? Ты пошел за Христом. Планку подними, как положено, выше. А не что, положил ее в грязь, перешагнул? Я ее выполнил. А ты не бойся. Мне вот приходилось быть в больнице. А они утром приходят, после операции, там манную кашку принесли. Я говорю, сейчас пост нельзя. Как пост? Я говорю, ну пост идет, рождественский. А что же будете есть? Я говорю, да пять дней осталось до Рождества, а я и так пролежу. Как? Ну да так. Пять дней-то я буду не пить, не есть. И он придет, Рождество. Да вы что, да нас тут. И уже пошли, мне столько принесли всего. Там на воде сварили, там, я сказал, картошку нечищенную. Вот и все. Больницы. Это Бог так делает. И люди расположенные, и кто операцию делал, доктор медицинских наук, заместитель, там, первый заместитель, да, губернатор, он приехал к нам в деревню. Кто операцию делал, тоже приехал. Приехал. Профессор. Почему? У меня нет ни образования, ни духовного, я не гуманитарий, я строитель, строительную технику, больше ничего нет. Почему? А людям интересно. Мы должны быть светом для людей. И слово приправлено солью. Не так, чтобы приглаживать. Так что, давай, Николай. Хорошо. Ты крепко и держись за то, что тебе Бог дал. Да. Слышать слово Божие. Все, пока. Пока. Вот так соверши крестное знамение. Ну, можешь отключаться. Продолжение следует.